всем привет дорогие друзья всем привет с вами как обычно маска лично да как и уже москаль и на ваших глазах карта второго раунда мультикапа по клан вар картам маппера джетти анвинда под названием и 900 против фпс два величайших клана схлестнулись в нереальной схватке 2007 году 26 мая и мы попробуем восстановить хронологию событий давай москаль покажи как играл и 900 снайпер на старт нас ничего нету тартами рубитов землей это нормально так распрыгаться так делаем прыжок на самом деле средней сложности ну новички я не знаю могут у них возникнуть проблемы с этим патиками нова нож но на этих вода главное первый прыжок сделать хороший потому что в принципе не так сложно допрыгать так тут плазмок лимб обычно стены закругленные чтобы было легче повернуть специально для нубов собственно но и для нормального геймплея еще в угловые таборизации набирать коротку типа ну да такое не ну можно было сделать срезанные углы просто поставить как сейчас любят делать а а тут одишь прямо его него плавненько эти но срезаны можно врезаться там наклонные поверхности не такие ну да на самом деле обращу внимание сразу что в цепи м можно отсюда прилететь сразу туда на скорость есть сорт начинать то можно так дальше попадем попадаем эту комнату с корсими трубами такими шардинки патроны дают нам 200 ракет дают две гранаты а 2 кстати интересно зачем 2 типа для лохов нормально ты зато ими на тип на ворот лан где второго плана идем наверх так ну на самом деле можно без ракет по безгранат добраться то есть тут у нас принципе встав приличный казалось бы да но если сделать идеальный руки джамп так куда нам да может долететь пирата получилась принципе довольно такой задротный момент и не всегда даже когда в идеале нажимаете получать идеальный руки джамп поэтому ну небольшой доли рандома но плюс там надо на скорости на ходу это все нажимать на на ходу там тоже все немножко сложнее чем с места это сделать так ну куда в комнату так еще телепорт ну по сути как бы мы там видим наклонную которая даст нам скорость в потолке на вылете да 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 по идее если вы с гранаты проходите тогда можно попробовать вылететь сразу сюда возможно долететь долететь но я попробую отсюда стрелиться ну так быть не знаю может по потолку можно пострелять с этим скрочем ну которую не они типа ну я тебя понял ну не знаю сложновато так тут мы тоже тут нас отобрали все ракеты 10 вообще все оружие и у где-то здесь вот нам дали плазму опять же 200 плазмы видим дырочку похоже как внизу только чуть чуть поменьше спасибо мапперу да где он топовый парень если ты смотришь брат спасибо тебе такие карты просто такие дырочки обожаю дырочки мы все любим дырочки озера очень любит дырочки напомнила мы видим тут хит который нельзя взять никак да и при том что он облачен так скажем в япон клип видов клипа есть два на одних можно стоять но нельзя в них стрелять на других можно стоять и можно в них стрелять называется player клип и в япон клип ну это так для справки и здесь нужно если много путь мы тайминг гранату с поздно джампом либо не тайминг гранату с поздно джампом а просто тайминг гранат и залетаем и даут москальство это на его сильно я сразу покажу то есть в идеальном пути нужно вам будет еще покажет когда мы просто я ни разу так не сделает для меня очень сложно в общем рассчитать свой спейсинг так чтобы вот до этого триггера и вот этого падения запустить сюда ракету и излететь сразу да то есть тут даже раки джампом не получится потому что вы не успеете стрелиться вас отберут ракета тут нужно стрелять заранее ракету и под себе пяшкой летать туда это но это достаточно сложно на самом деле то есть сам трюк вот если просто так делать не такой трудный но вот нужно именно попасть отсюда очень сложно спейсинг подобрать но лично мне было ну вам люди покажет я не буду пытаться в этом уж не меня не получал свой там много нюансов попробую поподробнее рассказать так вот я вручаю внимание что здесь такой пиксельный бортик есть специально чтобы вот допустим вас очень маленькая вертикальная скорость и вам неудобно значит планить сразу ну долго очень набирать скорость хистом все равно долго вы можете встать на бортик вот стать на бортик и начать помимо с пышком вот так вот это будет гораздо быстрее чем если будет так или еле набит набираете скорость но этот бортик мне кажется никто не обнаружил если кто-то обнаружил то я дам ему приз за оригинальность но на самом деле в уку 3 он очень важен поскольку в уку 3 у нас скорость меньше гораздо чем цель до в уку 3 нужно тоже проходить также у нового который еще сложнее потому что вы не можете маневрировать так свободно и в уку 3 вы сюда взлетаете мне очень маленькую вертикальную скорость гораздо меньше чем в цепи и в уку 3 эффективнее останавливаться возьмите такой но так слова топовом роуте вот нашему полет подлетаем сюда тут кстати не очень долго плазмить надо ну так чуть-чуть да это черный плоский тут раз тут надо подлетать специально невысоком буквально на максимум 100 прыжка желательно вообще заспал так вот заступать из раздел цирку вперед на ракету вот на эту ракету так вот там с этим видим есть какой-то 5 секунд дает стихиста в принципе это неюзабельно не знаю вообще неюзабельно потому что там уже финишная прямая вот тут прямо тут пока залетишь пока потом еще вниз опять лететь это все очень долго происходит так и тут в принципе делается так ой в общем смотри что тут внизу есть просто падаем сюда тут 2x успеть нельзя сделать почти ну да вроде не успеть 2x сделано столько же вверх делать да уже но и даже не очень эффективным потому что лучше отстрелиться от этой стены и опуститься быстрее чем ты будешь лететь долго там пускать ракету перегонять ее туда-сюда и в общем не очень эффективно но кстати в уку 3 это с 2x от топовый роут здесь потому что скорость ракеты медленный и остались от этой сейчас я вспомню там не так короче удобно стреливаться и там просто делается цирку подать сюда из 90 2x просто мне удобно стрелиться потому что в кутрии пушка дается в руки медленнее достается в японских медленнее происходит поэтому там проще 2x просто цирку делать все окна как-то проходится а кстати да сразу скажу что тут лучше делать именно под себя что из ракеты пускать заранее потому что смотрите допустим есть вас там скорость 850 вы принимаете сюда уже где-то 1150 скорость после руки джампа вы расстрелить от этой стены вы не успеете разлететь но скорее всего потому что вот этот бортик это сена очень так выпирает и врежешься сюда скорее всего тут очень такой углу поворота сложнее поэтому эффективнее стреливаться заранее стрелять еще то есть вы раньше стрелить с ракеты отсюда поэтому вам это больше скорости даст это даст на финише там не знаю 200 может быть может 300 будет понятно а щетка момент что тут можно воду пасть поэтому очень аккуратно стрелять сейчас еще пару попыток делаю ну тут очень такая на самом деле техничная под себя что получается не каждому дозволено такие вещи вытворяем так и тут нам дают в фугу вот на таком широком тригере пипец берите не хочу и тут просто как не знаю вдоль этой сны может как зажать и стрелять на финише спаймин да просто куда видим можно даже просто воздух ну тут да тут можно максимум там где в фугашке дать нормальные все больше не нужно и тут нас до таун триггером и принципе все вся карта ну еще могу сказать про руку 3 что вот здесь вот когда он будет ее можно не брать отключая автосвич а именно как я делал я вот после цирка в уку 3 там я в полете быстренько отключал автосвич меня там направил забить же не просто один из режим пробелах так скажем и дело 2x отстрелился отсюда и сейчас что ты делаешь и здесь ракеты сразу стрелял поскольку в уку 3 бамбу фуга будет даваться долго и будет это расстояние все лететь ну так сказать доставая пушку из кармана в общем проще стрелиться ракеты сразу и это сразу вам даст скорость чем вас стрелиться пускай здесь даже и здесь еще раз это будет хуже по скорости по времени будет хуже вот это даст вам примерно ну 200 наверное может даст максимум принципе все давайте может один раз попробовать пойти быстренько да ну карта динамичная как бы кто бы как не относился к олдскульному маппингу и несмотря на то что достаточно простой дизайн внешне она вообще максимально простая карта на самом деле получилось очень динамичный надо постоянно что крутиться и вертеться что-то делать никто нету практически вот кроме старта никакого момента где тебе не надо стараться лучше на старте не буду пендриваться на старте тут можно принципе под расслабиться а вот все остальное тебе нужно конечно стараться очень хорошо ну и карта естественно это на семнадцать секунд цпм примерно столько живут три ютубы подаем к там самого хорошей подсебяшка получилось ибо бы фигой жахнул ну я один патрончиком стрелял так там плюс минутам реально можно скорость можно больше но я одной стрелял ну и лист все будем давай попробую что-нибудь в принципе мы помог не рассказали про спейсинг если делать дополнительный прыжок в принципе тут вот этот клип мешает и я кстати не знаю как проверить он сделал тут я поняли плеер клип чтобы показать людям может даже тебя 4 причины а ну да и вверху читер не а вот здесь вот видите разницу просто для справки мало ли кто чтобы просто вы разбирались что были более эрудированные в дефраге а быть эрудированным дефраги это очень важно поскольку твердит вот там где лежит есть я туда дойду еще тоже там покажу мы стреляем поверхность как будто бы в пол но при этом капну это прозрачная поверхность которую можно стрелять здесь такая же поверхность через которую нельзя пройти но в нее нельзя стрелять то есть патроны проходят насквозь это называется player clip который блокирует игрока но не блокирует патроны и есть вот вот вид где-то там он данный находится ли там под гранатой под гранатой да это называется япон клип и по нему можно стрелять и очень он также блокирует игрока принципе япон клипом по идее сейчас справка для юных мапперов если вот у вас на карте вот такие вот стены кривущие и по ним надо стрелять берем вот эту вот дистанцию идет красненькая у нас натягиваем по ней япон клип по этой каблу по этой оси так скажем и игрок будет радоваться и восслаблять вас солнце будет вам благодарен в общем то здесь есть такой важный момент как приджам который не дает толком ничего по чекпоинтам по тайму но очень дает прим преимущество хорошее в спейсинге потому что если обычно прыгать нужно как-то прям сильно стараться чтобы здесь срезать угол а если делать приджам папа спейсингу очень всегда легко выходит что ты зряешься примерно вот в эту область и отсюда уже можно легко туда свернуть попробуй но без пиджампа я у меня тоже самое помочь почему ты просто не успеваешь построить под этот заворот ее скорость очень большая как на курс ну да да то есть тебе приходится без пиджампы просто прямо стрейфить как бы ну чтоб скорость была тут можно подрасслабиться и больше на спейсинг уделить внимание оправдание пошли типичный момент надо сбросить именно нужно количество скорость на нужное количество упсов и завернуть потому что больше скорости там нереально повернуть о рандомный улов я понял ну и вот то есть как раз по спейсингу так и получается мы берем вот здесь ракету не здесь мы смысле сделаем делаем здесь прыжок здесь нам дают ракету и мы тут же делаем ракет джамп не идя на гранату это касается и цпм и выку 3 в принципе его тут кстати тоже вот япон клип пожалуйста то есть я могу стрелять по этой поверхности но попасть оттуда не могу в общем то вот дают нам ракету мы делаем не очень хороший руки джамп потому что я и делаю это без скриптов в отличие от москаля и тут вот за счет того что нужен очень хороший руки джамп вот это место было самое дурацкое и я думаю что большинство игроков кто пытался проходить с руки джампом проводили здесь максимальное количество времени но больше чем на второй половине карты потому что здесь нужно подлетать очень высоко и в принципе для хорошей скорости нужно делать естественно здесь гром буст от ракеты но ракет буст и в дальнейшем отталкиваться от сены идти дальше если приземляться не не высоко так как здесь уже есть горизонтальная скорость некоторая можно зацеплять вот этот угол ну пол если ты его зацепляешь ты немножко поднимаешься опускаешься и потом только стреляешь это очень медленно ну вот как у меня гост кстати прыгал с он еще раз побежит зацепление что ли ты зацеплен да я и напрягать можно также конечно с гранатой а вот он вот он прыгает вот я зацепился еще приземлился и потом пока стрел можно с гранатой для особо не уверен в себе принципе почему бы и нет что-то может быть даже из такого там удовлетворять но спейсинг можно естественно подровнять можно просто две ракеты сделать потом сюда приземлиться отсюда руки джамп сделать и так далее вариантов очень много но самый естественно ходовой это делать хороший руки джамп делать либо так либо раз попробую с гб нет не хватило сты и вот а еще такая особенность чтобы гб получился достаточно максимально хорошим нужно подлететь как много выше над ну чтобы много и не то говоришь над землю важно нужно просто подлететь выше определенной высоты эта высота составляет 25 с лишним юнитов а то что гб получается лучше хуже она все время одинаково получается там и так и так здесь просто если ты подлетишь повыше ты наберешь в воздухе здесь больше скорости ты будешь дальше факт это больше времени воздухе проведешь ну и что зато ты сделаешь здесь гб и у тебя по спейсингу получится так что тебе на этой стене надо будет не вверх себя толкать чтобы не упасть а можно будет просто спокойно отстрелиться ну зато гб раньше но это такое спорное короче надо фрейм это все разбирать это кто заниматься не будет вот типа того короче и вот здесь очень интересный выберу я даже не знаю как воспроизвести думаю в демках лучше это посмотрим чтобы сохранять некоторые интригу до конца обзора здесь нужно запускать от под себя шку вот примерно в области вот круга который вы видите вот да вот этой черты примерно потому что дальше отбирают ракету у меня уже ее нет отбирают ракету и ничего сделать не сможете вот но ты правильно как раз стоял по центру красной полоски даже пораньше немножко нет по центру трон возьми ты смотришь по левому краю круга возьми ракет примерно до пацаны иди 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 вот это даже видишь даже не пацаны полем полем края круга смотри три я смотрю по центру вот центр у меня по центру смотрю вот центр и не 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 посмотрит может по самым крайнем сам крайне точки круга террористы моделька отбирают очень рано ракету и суть в том что здесь но это я не думаю что это было предусмотрено маппером хотя возможно он предусматривал потому что джеки англитон по праву или легендарный маппер он собственно имея здесь 1200 где-то в псов 1200 1300 можно даже иногда под сбросить запускаем примерно под себя шкупать запускаем под себя шкуп ракету под себя наперед под определенным углом делаем rocket jump и залетаем в ту дырку я щас попробую разок как-нибудь вот вот сегодня и борщил скорости здесь тоже слишком мало начинается ну ну и такое бывает то есть трюк которым не может сделать мать ракет он уже очень сложный не он может принципе делается частенько просто тут суть в том что словить эту ракету не тяжело да задеть сложнее дырка узкая дырка узкая она расположена прямо по центру комнаты тебе надо с одного края комнаты попалась в центр еще при этом сохраняя максимально вертикальную скорость и но это дичь конечно полная а в кутре я думаю что можно было бы сделать такую же под себя шку залететь вот как мы как раз надо пиксельный бортик не торопиться залететь с него прыгнуть и начинать плазмить мне кажется это было быстрее потому что ты все равно пока плазму пока она плазма меняется пока то все таки раз уже приземлишься и сможешь джам спокойно ну и дальше собственно никаких там никаких изысков дальше нету дают нам бездает ракету есть мукский роут москальник так и показал тут его не я не думаю что кто-то прыгал не знаю ракета истина типа но всякое бывает видели мы центром всякое на обзорах и в общем то да если что можно просто спокойно прострейфить даже вот так кнопка вперед даже вот так по моему по 320 не не по 320 не получится перебор с кем-то даже минимальным сурком можно допрыгать здесь забраться и попасть на финиш а по идее дорогу вот примерно такой спасибо противники то что моя модель ну и по идее да тут ничего такого экстраординарного нету карта достаточно прямая карта без каких-либо сложных триксов по сути но есть некоторые моменты естественно которые дают просраться как говорится но принципе она проходится на любом уровне сложности мастерства и мастерства и сложности всего подряд ну в общем то можно я думаю если тебе ничего есть что мы не сказали там по микро момента мы увидим дымках ну так как все равно увидим полное разнообразие роутов но я надеюсь увидим каждый раз причем надеешься что ты увидишь в дымках сейчас вот вот типа у карты много роутов допустим прям до хрена роутов и ты такой типа вот сейчас дымки посмотрим в дымках наверняка все роуты покажет мы их объяснять так подробно не будем просто сейчас увидим и все играют одним роутом кеми уйти и теперь итак начинаем с внутри последнее крайнее место я сейчас скажу это у нас было 10 10 все 10 1 клуб 3 было это год сети хабиб из румынии 35 ой погнали как мне запустилась у меня уже запустилась так выку 3 джамп выку ты не сделать срезать угол здесь тоже выку ты не получится поэтому он просто прыгал играл без ракеты че делание сроки джампа с гранатой тут в принципе это вполне резонно все проходил с ракетами у его плохой способ мой подъем до угол не очень хорошие на бортике тоже там на маленьком пикси нам не прыгал возможно про него и не знал и скорее всего я думаю что по ним про него почти никто не за ибо фига не самое лучшее мне кажется что он мог бы намного лучше пройти эту карту 29 2 россия play да уж побыстрее на секунду кстати к слову в уку 3 старте там очень сложно реально перепрыгнуть для новичков уку 3 там очень такие непростые подъект сказал но я вот вижу да там circle деку за ждем 545 а это очень немало для уку 3 но я упрощай себе жизнь оттягивать через 222 зоны сложно это никто не за я не говорю не пойми понял сейчас шутать оттягивать все там какой-то пеструн горит ты перечу дальше не знаю но прошел вот декус он не заткнулся на финише он и за счет этого сейчас его что сделать 2x обогналов на финише сильно молодец да хотя наверняка могу побыстрее но следующий тайм уже с очень большим атриум это холли про и ся поле бро привет улера там давай скоро увидимся 26 1 на 3 секунды быстрее и полы скоро увидимся он приезжать тебе нет я приезжаю к тебе ну к нему я надеюсь смогу так очень хороший стрейк очень даже не неплохая плазма с не ждал гранату и за счет этого он скорее всего выиграл этом все время очень хорошо затаймил поднялась хорошо да очень хорошо кстати поднялся и делал тоже такой ну под себя шку и дай на финиш отключал авто switch он не отключал у него поменялось он просто успел выстрелить в край до триггера короче да да внимание прикольно так повезло русской ну я не думаю что кстати я думаю мы хотим сделать целый бак правильно понял а ну может быть и он выстрелить и типа западет как он по своей задумке хотел просто я думаю что вот эту фишку с авто свечем я думаю очень многие не просекли это 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 такая уже такой микро момент скилловый достаточно ты должен этому как-то перейти а чтобы к этому прийти нужно об этом подумать а чтобы об этом подумать нужно иметь достаточно больше нужно иметь достаточно большой опыт в принципе в дефраге в общем то следующий у нас кианекс всего-то на 200 побыстрее play из тольятти всего на 200 обогнал холли кианекс я ожидал тебя честно говоря не могу получше результат ну для него была проблема начала на самом деле он насколько я знаю вот эти полики он строить не очень сильно строить не очень тоже делал сроки джампом а мы димон если смотришь это ты проверял на наличие скриптов rg вот он кстати использовал эту платформу чеку маленького красавчик вообще хорош очень хорошая под себя шка и вот здесь как раз таки подключал авто свитч чтобы ему бы фиговать не давалось и он пролетел и я не говорил ему кстати об этом молодец да красавчик ну и что-то вот вы рядом стоите я вам не доверяю на секунду я москаль сделал пробую vq3 play москаль да москаль большой молодец если он хотя бы пробует vq3 и всем намотайте себе на ус если вы cpm играете vq3 тоже не забивайте на эту физику если вы вишнике играйте cpm тоже здесь все достаточно хорошо можно было очень потолочек ударить там да не ну да но не самым вроде лучшим образом ставил на в принципе этого достаточно было чтобы нормально залететь очень хорошие ракеты но вот такой момент конечно это неправильно по идее за к этому придираться но типа под себя шку можно кинуть чтобы она тебе дала больше скорости вертикальные они у меня в этой попыке плохо получилось там очень даже но там ее не знаю не так просто кидать а поэтому еще сразу сказал что это не совсем про не не это ошибка моей согласен я плохо сделал концовку это такое как для среднего скилла вот даже касается касательно кета это скорее больше полу рандом что ли такой типа получится не получится потому что под себя шки контролировать это такое но я не скажу личное дело в общем-то монстр перебил еще на носе вас я оправдаюсь я же сейчас я я же cpm и и cpm ракеты быстрее летят под меня в укутрению не ну вот это боязнь и оправдания на самом деле ну почему ракета по-другому летят и таймер там лишь дом бежи завтра чего вы ку-3 ты должен был привлений нет я мало играл на самом деле я тогда все на этом речь закончилась год монстрик но голод перебил год перебил двух андетов скриньте просто play на секунду едва перебил не просто но в парам выше еще один андет так что подожди но он делал при джамп но надо учить а поскольку второй прыжок к 542 но это относительно ему было легче сделать второй прыжок такой вот здесь делал от пола хорош залетел очень принципе хорошо хорошо словил гранату нормально подлетел и пусковато на самом деле до полетел ну как и ты собственно высоковато я говорю там такой момент вот эти подсебяшки это очень спорно разбор перебил вообще я смотрю вот у нас пятая демка с отрывом больше секунды это очень самом деле круто но демок опять же мало поэтому я думаю если бы больше людей прислала поиграла был были бы разрывы естественной поменьше разбор на секунду и 4 перебил монстр к из белоруссии play белоруссии рулит белораша вообще красава и так сделал делал без прижампа очень хороший на кстати у всех хорошая здесь плазма и даже немножко удивлен сейчас еле-еле как залетел можно было 5 потолочек ударить о ее из подсебяшкой залетел какой красавец redborn просто и но опять же высоко конечно своих но на финише не включала и проиграл мне чуть-чуть да чуть-чуть он в этом месте конечно проиграл блин ну подсебяшку надо поближе и дать и они все в край кидают зачем-то надо было поближе кидать нам этого больше скорости бы кид перебил redborn а на сколько на 700 до из венгрии play кид у нас коренной выпутришник как собственный ken x которого перебил в год москаля издеваешься меня мгут не перевел ты не участвует это типа смартнига . жпг тоже под себя шкафет большой молодец но он не делал прыжок и очень высоко подлетел потом но конец хороший конец хороший словил 2x качественно но можно было гораздо лучше потому что опять же ему было больше высоту они горизонтальную скорость это очень важно особенно вот уже на таких таймах на таких и на таких таймах я имею ввиду когда уже за фрейм и борьба идет пути фрути перебил кетона 300 это уже топ-2 идет поздравляем тебя димон большой молодец вы кутри пробуешь я прям всеми обеими руками ногами рокетами за тебя за играли он давно внутри играет ну да да я просто выражаю свой респект так антрихер антризмор из мог по пг в плей нажал да я же сказал плей опять просто так очень хорошая плазма уже делал же сделал очень хорошая же опа вот и потолок заюзан опа вот и под себяшки из бортика джо димон просто красавчики высоту подровнял еще и кинул рокет он словил конечно не очень хорошо но он вот он просек фишку и он кинул рокет не в край как все он кинул чуть ближе под себя из-за этого он получил но не больше прямо скорости но он получил горизонтальную ну короче срезал себе высоту но и почему не стал ловить 2x странно но не видимо дело вкуса там но проиграл 300 турникет зато выиграл помог выиграть а из этого проиграл кинг фпс ну турникет это у нас фпс овчаркин если мало ли кто не знает перевел на сотку димона play димон почему не 2x то напиши в комментарии маска чё по обам кстати у овчаркин его включены да и обшите фпс правил не знают а сейчас посмотрим можете словил но не дерево вы на финише высоко подлетелся перегра даже моему стратому старта 150 димон пожалуйста просто старайся потом чуть чуть лучше ты видишь какое-то демо я не не спорю заслужен но топ-1 молодец овчаркин топчик просто красавчик следующий дфвц твой братишка вот прям за тебя болею но димон посмотри пересмотри потом вот эти две демки сравни их и узнай что турникет везде сделал медленнее и почему-то быстрее тебя димон задумайся цепи вы чувствуете то чувство фпс нашел рот поэтому я оттуда ливну никто не находил рот кроме меня и так skyline с украины 33 9 play это у нас начались пока без меня пардона сейчас секунду буквально цпм демочки skyline тоже большой молодец кстати пока skyline скачет ибо он кто не скачет тот москаль говорят но skyline москаль поэтому москаль один только москаль то москаль очень некачественно словил гранату ракеты какие-то шумбурные достаточно не знаю но можно нужно было перепройти на самом деле то что можно нужно будет не пройти ну да в целом движение конечно хорошую понятно что но видно что нет того них вот не хватило немножко опыта и мы я хотел сказать что у нас камбекнулся лунтик на днях скоро я думаю мы его увидим а пока посмотрим дуке ч который перебил skyline на 2 и 5 из украины да опять очень большой взрыв идет в 2 секунды по меркам ты фрага секунду я не знаю сотка это очень много очень интересная плазма до здесь очень много потерял пока разворачивался то все но в целом проходит чистенько вот заюзал бортик все делает очень своего наперед не запускал под себя сразу залетел на бифугу попытался максимально как-то и размансить ничего как обычно но не как обычно то есть ничего собственно не получилось но пришел быстрее сделал по идее покрасивее чем skyline в цпм бортик вязать не нужно было если вы играете с гранатой он мешает только залетела я не знаю как то он хотя план вот это дело да там уже тут тоже вопрос скилла так скажем так на геймрок перебил на опять на 2 с чем-то секунду до получается не а какой на 2 дома 2 с чем на 2 605 6 до play из белоруссии беларусь рулет геймрок андрюха давай тащил давай вот сейчас я те за тайм дам призы оригинальность 28 888 если ты сделаешь что-то интересное так плазма хорошая ну был такой я сейчас не увидел он что сейчас со скриптом сержи что без залетел я не обратил внимание вроде валидировалась на плазме геймрок вот пока москаль тесте чекает конфиг скрип на ржа когда плазмишь вверх особенно к плазмишь вверх на вообще при любых климбах сплазмы как минимум не зажимайте прыжок никто не геймрок не зуперзучий недокус не так файл на самом деле похоже на скрипт честно скажу мы будем скажем димона чтоб он был повнимательнее тогда если это скрипт но уже не делать не валит потому что уже это прошло уже сколько времени да это скрипт видишь как опытный глазик вуде сразу опа а я просто даже не вращал не валидирует демки демон я даже не вообще нет никак это так это не так в жизни заметить но я заметил я не знаю прям сам себя полюбил сейчас ладно супер звучит на 700 быстрее play меня димону там вставлю поняние я сам зимоном поговорю потом так ты где ты ж не валидатор чего я вальдатор новый просто 2 я тоже валидатор я обмен надо не валидатор же так за перзвучий запустил я уже и тоже таймит он гранату с ракетой за таймом достаточно неплохо ну так очень тоже сейва проходил не использовал бортик хотя в его случае у и под себя что зато под себя что дам ну так более-менее с бифугой конечно не успел развернуться и одна бы фига у него прямо как бы в себя получилось он не приобрел не потерял как тут просто так выпустил а так бы впитала по фигуру впитала впитал бы фигуруя мог бы 27 9 это было бы приятнее тайм при спину запрежуешь ты же знаешь что морально ты такой типа блин надо из 28 выходить это у тебя не получается просто одну один патрон ты сделал получше и 27 дней а как супер звуча смотри как все поменялось декус перебил за перзвучи на сколько на 500 наверно округляем не будет 400 ну или так play декус он же правил по моему утрит уже демпу достаточно хорошую и в принципе принципе с декусом у меня самые приятные теплые воспоминания не то чтобы я с ним жил у него всегда очень интересные хорошие демки на самом деле очень хорошо словил ой очень очень все это быстро пролетел большой большой молодец хорошо слил гранату лучше чем заперзучи и подъем оказался побыстрее но не без подсебяшки но в принципе зато бафаган почище было выглядел но бы фигу я по себе знаю ее не очень легко контролить поэтому если вы не воспринимаете прям так что я вас гноблю за такую бафагу я сам с бафаги стрелять ними поэтому но это такой участок на карте что он не особо ты решал этот момент твой там не ну все равно если меня или ты вот он вот 1500 залетел или я там с бафаги постреля как следует и на 2 вылечу тысячи это все равно это же дефраг это фрейм и фрейм и фрейм это все фреймы из фрейма встроиться на на вот я уверен что опять вот турникет 1 да вот я уверен что димона 5 это херню сделал а турникет сделал еще большую херню и выиграл понимаешь на 2 секунды побыстрее чем дикус до димона мы еще доберемся play take five давай 5 братишка давай сейчас да сейчас тебя посмотрим под комментируем тебя полностью стоит на старт стоит вот так три зеленая 5 синяя это ставки в казино обязательно обязательно используйте этот шифр так хорошая плазма плазма у всех на удивление хорошая даже у чувака который не получился вареник но она на старте поэтому она очень часто повторяется и придурочились но это хорошо я вижу что углы у них все хорошие очень хорошо начал позвать слишком высоко конечно подлетел неплохая под себя же края под себя кстати и хорошая бы фуга кстати залетела очень даже хорошая угол не самый правильный но получилось очень хорошо так год сети хабиб уже намного лучше time чем баку 3 но он в принципе цепи мир насколько я помню 24 0 перебил на 1 из 1 из 7 и он горошина которую за это режим до ресов лэрный поменял большую из плазма с жампом перелетел у ее и сроки джампом вот уже такой поиск бусто ты смотри че делаю парень поэтому тролл юзал бортик полетал не очень высоко под себяшку он хотел кому-то бы хотел но я так понимаю что она у него не очень всегда получалось он хотел он думал типа были сделать не сделать а у него плюс в глазах мало плюс сохранить надо принести карта говно не ход уже и играть ну типа я его мысль на воспроизвожу и он такой блин ладно без подсебяшки и так прошел но ничего большой молодец в принципе следующий у нас холли на секунду его перевел поэтому ему бы это подсебяшка не спасла так стиха бит ее уэль на из бич гуджо бро гуджок гуджок 23 один холли клей раися из рейси раися в пердио холли братишка увидимся скоро и при джамп красавчик надел к джамп игрок сар ой не перелетал смотри надел сплазмы ну это могли тоже опять же многим не могли могли не заметить этому срезу ракеты плохие на подъем наверх поэтому с трудом долетел ну подсебяшка конце рулев да подсебяшка очень хорошая еще от внутренней стены бы фугу хотел накидать ты чё ты сумасшедший что ли я такого не делаю я даже не думал об этом это же круто в этом нет ну это круто блин об хотел от внутренней стены это в принципе заслуживает уважения холли тебе приз за оригинальность геймрок извини твой там конечно красивый на холли лучше 700 отыграл от холли кипиш из челябинска который спиздран мировой рекорд шутер и квейк очень быстро play и правильно пишу кипиш на цели да я правильно это мало ли и так кипиш с динозавром до тем хорошая плазма не тоже не везут срезу до динозавром залетал с ракеты тоже по центру и гранату сразу прям выстреливал я не стрелял стены делаю условный 2x ну тоже неплохая скорость получилось но в цепи естественно побыстрее будет если вы кидаете себя ракетой вниз потом под себя жку ну вот это вот все как показывал 22 ровно перебил вот здесь мы высшая математика началась если перебил кипиша на 432 понял посчитал неплохо калькуле этот калькуле этот этот просто левел 93 а youtube player name хай эсин это мы на ю тубе с тобой базарим ракеты хорошие у тебя братан от стрелы не очень качественно 1337 это конечно респект уличка тебе но гранату хорошо словил это ойс и подлетел не высоко и под себя жку кукой но бусину заслал хотел от стрел плохой что там как наверх стрелял если думать и тела ну да весит короче такой совет я заметил тебе поиграй просто вот возьми недельку выходных от варкапов всяких не играете сраные варкапы которые никому не нужны ладно нужны и так отлично сядь на сити рокет какой-нибудь ну условно говоря я и поценируем я подразумеваю руки травм любой можно и сити рокет я носите рокете лично учился стрелять и оттачивай рефлексы по броскам рокета ты когда кидаешь у тебя тебе рокет должен давать грубо говоря 500 упсов а он тебе но тут понятно другие ракеты но тебе ракеты почти ничего не давали и просто ими стрелял как бы себя как вот поглощал в фугу кто у нас получал генрог или супер звучит кто-то из них погладил недели дубль дука что сложно запоминать так вот ну просто короче свет оттачивай вот это движение и ты прям заметишь как у тебя на комбо картах ты вот недельку поиграешь руки-траны всякие то даже мне напиши в личку я тебе напишу рокет раны которые поиграть нужно но не нужно можно поиграешь от оттачи вот эти вот движения которые в стену такие резкие чтобы у тебя амплитуда была четко доведена до нужного угла чтобы тебе ракета что-то давала и ты заметишь что ты уже перебьешь варпака который тебя в этот раз сделал на 900 перебил тебя варпак давай посмотрим варпак молодец такой даром не вот он по-любому вот по-любому репит play какой-то от этого от пейси на ой какой серку но ракеты намного лучше смотри ой среду зверх так вот видишь какие ракеты есть намного получше у тебя на секунду он не здесь среду и бы секунду ракетный удар подлетел конце высоко ой ну да бы фугой можно было бы сохранять такой более ну более оптимальный угол ой и маска а по варпаку кстати ну неплохо ну да ну сразу начал в центральная комната медленно было пройдено можно быстрее был там сложно на там яма большая не упасть в нее в принципе этого его похвалил уже молодец хорошая дымка ну завчика на попадешь возможно в основу в этом году старайся лучше а москаля выгоним если по варпаку проиграет москальники пуст стой стой бархомет а бархомет 20 20 96 обогнал варпака у в год только не уходи варпак не тюбля 20 906 ну шерам узик узел арбай пузик покажи нам будет пишет ага 1500 ну так до гранаты долго шел возможно сделал вроде такой средний и без подсвяжки конце да ну по высоте по высотам по всем движениям очень хорошо мне понравилось даже то что без подсвяжки очень хорошо прошел все движения такие уже достаточно крепкие видно что мужицкая пузянская рука не знаю какая рука у него там может иногда играть на 50 его перебил москаль плей за один день москаль просто красава за один день взял развалил кузянского ты посмотри что делает дело тоже я я на даче помнишь да ты на даче не план . правда все где физики играл такие ракеты условные ну да тут конечно можно было гораздо лучше ракетов накидать ракетов рокотов хорошая подсвяжка получилось 1500 и вообще-то можно я бы прибавить поэтому я берегу торнер на целых поэтому ничего что разрыв 34 4 3 3 3 3 3 3 ну ты чё блин москаль что за разрыву торнер это представь 17 play сейчас все увидишь нет можно было делать как турнир но во времени воды и желание это карт играть не было а я понял я понял сделал срезу так рандомный об а так 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 и ракета или период залетает наверх очень хорошо поднялся хотя можно было чуть чуть лучше не делал под себя шку возможно не проиграл на 200 в принципе за под себя шки просрал эвенджер третье место он же с роде он же эмси эманджер он же ради он который пишет рэпчик про дефраг увы чувак это эвенджер чик без при джампа ну ладно нормальные подски не делают при джамп он же с гаврош кстати кто его увидеть передавать приветики тала у нас пил взял треки джамп серьезно фига кстати руки джамп тоже как вариант потому что там в конце что что чего не показалось зачем красава вот это красава вот это да он может у него авто свечи нет и он не шарил что там дают он думал что плазма не по фигу я не думаю что либо он сменил либо он кнопку перепутал что ли взял плазма зачем нажимать тогда вообще без авто свечи играл изначально может чтобы ему граната него нервы не знает что там вообще дают бы фигу но он бы скорее всего не знал раз он плазму не знаю который играет 100 лет не знаешь что триггеры делают на карте смысле ну смысле это с авто свечом такое бывает короче путифрути перебил эвенжером на 300 это очень-очень круто давай посмотрим плей так то я посмотрю где он сразу ну-ка дима ну-ка счастье попута выпарим те ну-ка так интересно джамп кстати хороший за оригинальность без снега связал все 10 красавчик вообще подъем медленный подъем очень медленный и нишу лишь прыгал сотку мне финиш достаточно кстати неплохой но подъем с мазара ракеты плохая и потом такой овчаркина на сотку перегнал димона но он принял подъем сквозь бы остановилась ну да бой за ним выехали по таймингу тоже делала под себя шкупой на не подсвяжку boost вот здесь поднялся более хорошо и по и финиш по скорости такой же даже по моему чек у них последний одинаковые финиш быстрее у нас и мест тоже на 80 так и давай посмотрим поздравляем естественно призов призеров с их призами которые они не выиграли потому что это не на деньги и пишем пишем таймскейл 07 05 07 07 05 жирно тут нечего смотреть 05 для фпс и жирно шаришь овчаркин 21 и 1 выку 3 ты сделал да вы ну что сейчас разберем прям по косточкам где дать счет где недочет еще я покажу топовые демки самого кланвара естественно стройка зуба должна хорошая ну идеально на самом деле тоже фпс у них не бывает идеально поздно так неплохой руки джан от потолка помочь чуть медленно сыграл в целом по скорости пешком долго шел вот это не надо было ждать здесь конечно правильно то что он от этого от пикселя прыгал но опять же слишком высоко подлетел в этом был свой минус на авто свич в конце просто провала и считаю и бифуга у него не очень хорошая он отлетел салат стены ну блин да не нужна бы пока вообще в уку 3 вот это показатели как и минимум типа не знаю вы короче 17 жестко прошлись таким надо пусть старается лучше тоишь бифовый цен собрался выигрывать через мой труп пацан так как компас клубом поцелу такой хрязь так cpn тоже но тут у нас хорошая среза те же хорошие руки джампы неплохой пуст на 1100 1500 и успел сделать вот здесь подъем очень хороший хотя можно было еще пару плазминок закинул глубином много побыстрее на пол после этого и сделала 17-0 в принципе такие вот демки сейчас я покажу склон вара и 900 против fps так у fps это был самый быстрый дракон так сколько там к 3 был 21 динамин сколько 0 0 а это 11 21 так выку ты победил psich 20 21 сделал на секунду и быстрее у тебя плену тебя нет у тебя есть почему а но я уже запустил недолго искать но она я в 07 также оставлю тянет я вернул единичку чтоб почувствовать размах плазма получше ходил меньше пешком с подсебяшкой залетал но в принципе roll такой же единственный вот 2x очень хорош и в если бы он сделал как москаль без авто свеча он бы сделал не знаю 20 0 мне кажется но начало очень быстро он сплазмы специально поднялся повыше чтобы на земле ходить мы не минимум пешком и на этом очень много сэкономил в целом очень быстро все вот даже у блин 2007 год клон вар прошел 21 никто не перебил еще овчаркин типа топовые там цепь эмер да ну не факт не факт ли цепь эмеры ну окей но все равно и пи 900 снайпер цпм это победа 16 8 сейчас посмотрим пустил да у снайпера конечно я смотрел его дымку уже немножко разбирал у него очень хороший руки джам ночью у него скрипт скриптом он поднялся очень хорошая под себя что получилось и очень хорошо с плазмы залетел внутрь на этих микро моментов он и выиграл в принципе так что вот в конце заством сделал красавчик да очень очень качественно у него все это получилось хотя конец такой как у меня по скорости получился cpm что немножко провал можно быстрее и показывая вам бровзер свой вот вам вот это вот страница карты маппер файл нэм бла-бла-бла 2007 года 26 мая вид сверху собственно не такая уж она изымысловато выглядит и на сайте дэв комс у нас результаты тут можно писать комментарии тут и фрукти отправляет свой божественный смайл биттер мэн нос вписал что вы можете самостоятельно это все почитать я прямо сейчас могу прямом эфире отправить смайлик все отправил в кутри у нас 10 игроков прислала cpm 17 и собственно рейтинг тоже распределяется рейтинг распределяется автоматически если вдруг вам что-то нужно если вы чем-то недоволен допустим геймрок почему мне поставили минус 5 вам никто не поставил это делает машина то есть я ну и собственно димон наконец-то выходит в плюсы закончил он тестить свою систему причем кстати давно уже закончил тестить систему уже тупо один в рейтинге давно да он уже топ один в рейтинге на сотку вообще вогнал интера я интера кстати сказал типа enter ты чё там давай это соберись а у него ремонт а я такой ну блин дай мне свой логин пароли хотя поиграть но он не дал ты за свой логин не играешь ну и что ну и в общем то да вот мы можем видеть распределение рейтинга и все такое все дымки скачать одним архивом перейти на страницу карты мт плюс 3 репостнуть вконтакте репостнуть в твиттере все это работает а кстати забываю репостить не это очень надо канал твича вот я вам показывал youtube а скачать дефраг то мало ли не шарит скачиваем дефраг тут же смотрим видосик также на канале ютуба есть видео обучение дефраг pt1 и там мы настраиваем очень подробно разбираем конфиг с лимоном с подопытным с которым кстати продолжим скоро обучение наверное думаю все да и по поводу валидации конечно пацаны во первых не зайти скрипты да это запрещено раз и развивает криворукость 2 вот и во вторых смотрите на зеркать и чате оба там где они не нужны вы упростите тем самым нам валидацию вот меня это реально бесит то есть я должен смотреть об эти пикселя смотреть где в этом число вели будьте людьми пожалуйста и лапс ндф опки лапс 0 ну либо напишите в личку мне либо москве мы подскажем что нужно делать на этом все уже сейчас идет четвертый клан вар четвертая карта последняя завершающая я так случайно на главную зашел для этого ларти картик мы скорее всего запишем на днях так что все всем спасибо ребят пишите комментарии обязательно пишите нам ставьте лайки там визуально подписку это прям ух и приходите на стримы ставим и постоянно рекорды рокет раним и если вы групп новичок не стесняйтесь если вы зашли на стрим и что-то хотите спросить спрашивайте я же для этого стримлю чтобы вам всем помогать они своим скилом там и цветить ну и собственно все спасибо тебе за обзор было приятно с тобой вести эту беседу есть что-то тебе добавить не все все уже сказали все что можно ну тогда все не можно до встречи в следующих обзорах и на стримах всем спасибо всем пока покеда